После поражения Германии в Первой мировой войне и подписании 11 ноября 2018 года перемирия, победители разрешают немцам оставить в Латвии свои войска до особого распоряжения. Таким образом, они надеются не допустить гражданской войны в стране и не позволить Советской России восстановить здесь свои порядки. В этих условиях 17 ноября 2018 года в Риге происходит создание Народного совета Латвии. В него вошли такие политические силы, как Латышский временный национальный совет и демократический блок. Представителем Народного совета был назначен Янис Чакста, а пост премьера Латвии занял Карлис Улманис. И уже 18 ноября в 1918 году Народный совет принимает историческое решение о провозглашении независимости Латвийской республики. Сегодня историки не могут четко ответить на вопрос, как об этом важном повороте в истории страны узнали жители Латвии, в том числе и Двинска. Склоняются к тому, что сработало сарафанное радио. Люди узнали через неделю-две это событие, потому что общество было довольно мобильным, и люди и те же армии узнали. Но мы сегодня не можем сказать такого числа, и такую дату, и такое время узнали о новой власти. В те дни ситуация в стране не была столь однозначной, и в день провозглашения независимости в Риге состоялось собрание рабочих и служащих. На нем была принята резолюция с требованием о передаче всей власти Советом рабочих и безземельных депутатов. Но против официальной независимости никто как бы и не выступает. Только одни считают, что независимость должна быть промосковской, другие ратуют за возвращение Российской империи с автономной латвийской губернией, а третий выступает за Проберлинскую республику. Уже 29 ноября 2018 году главнокомандующий Красной армии Советской России Вацитес получает приказ Ленина свергнуть Временное правительство Латвии, объявить в стране советскую власть. Приказ о наступлении был подписан 29 ноября, а 4 декабря было объявлено о формировании Временного правительства Советской Латвии, председателем которого становится Петр Стучка. Немецкая оккупация Двинска закончилась 9 декабря в 1918 году с приходом частей 4-й стрелковой дивизии Красной армии. В городе была установлена советская власть, которая принесла много горя и страданий жителям города. Так, 28 марта в 1919 году, в день, когда верующие праздновали праздник Светлой Пасхи, в районе Двинской крепости были расстреляны около 100 жителей города. В их числе были и Гласной городской думы инженер Яков Мавшинзон и священник Румянцев. Людей обвинили в подготовке контрреволюционного заговора. В объявлении комиссии по охране порядка в Двинском уезде сообщалось. В городе Двинске найдена белогвардейская организация, цель которой – дискредитировать и свергнуть путем восстания существующую советскую власть. Комиссия по охране порядка в Двинском уезде, разобрав дело, постановила всех участников этой организации расстрелять, что и было приведено в исполнении с 27 на 28 марта 1919 года в 4 часа утра. В это время расстрелы мирного населения в Двинске становятся делом обычным. Да, угопился по нашим почтатам, где-то тысяча было репрессировано, да, и мы даже фамилии не знаем, потому что местная газета опубликовала, кого надо расстреливать, так сказать. И в 19-м году в Пасху был самый большой расстрел, жители около 100 расстреляли, да, и это принято считать самый большой террористический акт советского, красного террора. В Латвии такого не было. Одна часть подошла под саботаж, саботаж экономический, а под экономический саботаж любой мог попасть, который владел каким-то магазинчиком, его спрашивали, где продукты, давай продукты, и он мог физически не даться, а его объявили врагом советской власти, потому что он не дает продукты. Между прочим, большевиками к расстрелу был приговорен и будущий глава Двинска Зинкелн. От неминуемой гибели его спасло чудо. Он очнулся в Канаве уже ночью. Рядом с ним лежали убитые люди, а вот его пуля обошла стороной. В январе 2020 года Зинкелн станет первым мэром Двинска независимой Латвии. В августе 2019 года польско-литовские войска и части латвийской армии двинулись на штурм Двинска, непрерывно обстреливая из тяжелых орудий предмостные укрепления, крепость и город. 3 января 1920 году Двинск был освобожден. С 1915 года по 1920 год в Двинской крепости сменилось пять гарнизонов – царский, германский, большевистский, польский, латвийский. Военное лихолетие далеко не лучшим образом отразилось на некогда первоклассной цитадели.